Это очень старая песня, она написана была еще в году 78-м. И один из тех чудных случаев, когда песня написалась вся за 40 мил. Он слышал ее имя, он ждал повторения. Он бросил в огонь все, чего было не жаль. Он смотрел на следы ее, жаждал воды ее, шел далеко. В свете звезды ее, в пальцах его, снег превращался в сталь. И он встал в реки, чтобы напиться молчание, смыть себя все и снова остаться живым. Чтобы голос найти ее, в сумрак войти ее, странником стать. В долгом пути ее, в пальцах его, вода превращалась в дым. И когда его день кончился молча и странно, Икони его впервые остались легки. То пламя свечей ее, кольца ключей ее, нежный как ночь, Мрамор плечей ее, молча легли в камень его руки. Я стоял и смотрел, как ветер рвет Венки с твоей головы. Один из нас сделал рыцарский жест, Пой, песню, пой. Теперь он стал золотом в списке святых, Он твой новый, последний герой. Говорили, что следующим должен быть я. Прости меня, пусть будет кто-то другой. Незнакомка с Татьяной торгуют соборы В тени твоего креста Благодаря за право на труд А ты пой, песню, пой. Твой певец закрыт в глубине твоих руд Крестная клетка пуста Мы говорили, что я в претендентах на трон Прости меня, там будет кто-то другой. В небесах из картона летят огни, Унося наших девушек прочь. Анубис манит тебя левой рукой, Пой, не умолкай. Обожженный матрос с берегов Ориона Принят сыном полка. Ты считала, что это был я Той ночью, прости меня, Это был кто-то другой. Но когда семь звезд над твоей головой Станут погрянным серпом, И пьяный охотник Спустит собак на просторах твоей пустоты, Я вспомню тех, кто красивее тебя, Умнее тебя, лучше тебя. Но кто из них шел По битым стеклам Так же грациозно, как ты Скоро, Юрий, в день и все больше свечей У заброшенных царских врат. Но жги их, не жги, Они не спасут, Лучше пой, пой. Вчера пионеры с веселыми песнями Принесли мне повестки на суд И сказали, что я буду в списке судей. Прости меня, там будет кто-то другой От погнанных в рабство я узнал про твой свет От синеглазых волков Про все твои чудеса В белом кружеве На зеленой траве Заблудилась моя душа Заблудились мои глаза С берегов вытечали белым снегом в огонь С лебединых кораблей ласточкой в тень Скоро, Юрий, в день, радость моя И мы отправимся вверх Вверх по течению Когда в лихие года Пахнет народной бедой Тогда в полуночный час Тихой и неброской Из леса выходит старик А глядишь, он совсем не старик А напротив совсем молодой Красавец Дубровской Проснись, моя гастрома Не спит Заратов и Тверь Не век же намыкать беду И плакать о хлебе Дубровский берет Яроплан Дубровский взлетает наверх И летает над грешной землей И пишет на небе Не плачь, Маша, я здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза А тупак он найдет Небесный град Иерусалим Горит сквозь холод и лед И вот он стоит вокруг нас И ждет нас И ждет нас Дубровский взлетает Он бросил свой щит и свой меч Швырнул в канаву ногам Он понял, что некому мстить И радостно дышит В тяжелый для Родины час Над нами летит его аэроплан Красивый, как иконостас И пишет, и пишет Не плачь, Маша, я здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза А тупак он найдет нас Небесный град Иерусалим Горит нам сквозь холод и лед И вот он стоит вокруг нас И ждет нас И ждет нас Генерал, разрешите войти Без доклада Не стреляйте в война Посидим полчаса в тишине Я хотел вам сказать Хотя, может быть, лучше мне надо То, что можно сказать Без того уже видно по мне Мы больны, что мы столько лет Бьем эту дрянь и в придачу Нам никак уже не отличить Где враги, где свои Генерал, ах, уедемте лучше на дачу Получать кислоту и сосновые хвои В подмосковных лесах Листопады веселей, чем медали Как вместо ржавых штыков В обханале белых берез АНЗ, генерал, то, Которые нам не додали Прикажите, что он им Пусть потратят на девок и голос Пусть живут, как хотят Но мы с вами тропкою тесной Самовар, философия, колба И чаша вина Так в безломную ночь Нам откроется суть поднебесной Ах, запомнить бы суть И Россия опять спасена Мне не нужно награды Мне не нужно венца Мне не нужно губ ведьмы Чтоб пройти до конца Мне бы вешеннюю сладость Да жизнь без вранья Ох, сама рась, сестра моя Как по райскому саду Бродят злые стадо Ох, измена засада Да святая вода Наотмаш по сердцу Белым лебедям в кровь А в тумане Владимир Чистый кровь Собирается тучи Над моей головой Я, наверное, живучий Разве до сих пор живой А над рекой летит птица Ждет милого дружка А здесь белые стены Доседая тоска Что ж я пьян, как архангел С картонной трубой Как на черном, так чистый Только хочет на волю Цепанная душа Сорынь ее на кичку Разогнать эту сумку Ох, сама моя сестра моя Кострома Мне не нужны награды Мне нужна венца Только страшно всем стадам Ряну в царство отца Грязная калитка Кружевной обожжу Ох, сама моя сестра моя Кострома Я ранен светлой стрелой Меня не излечит Я ранен в сердце Чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна Как будто бы есть еще путь Старый прямой Путь нашей любви А мы все молчим Мы все считаем, ждем Мы все поем О себе О чем же нам петь еще Но словно бы что-то не так Словно бы влекло цвета Словно бы нам Опять не хватает тебя Серебро Господа Серебро Господа Выше звезд Выше слов Робинсон Нашей тоской Господа Деревенский Деревенский Куснец Я выйду за светло Туда, куда я За мной не уйдет никто И может быть я был слеп И может быть это не так Но я знаю, что ждет перед самым концом пути. Серебро Господа моего, Серебро Господа, Ну, разве я знаю слова, Что бы сказать о тебе? Серебро Господа моего, Серебро Господа, Выше звезд, Выше слов, Вовень с нашей тоской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так получается в последнее время, что я стал много читать Толстого, Льва Николаевича. А кроме самого Льва Николаевича, еще наткнулся на книгу, которую я читал, скажем, в двадцатый раз. И в двадцатый раз она, как в первый раз, таит огромное количество таких невероятных и страшных откровений. Ты читал, нет, Бунина книгу о Толстом? Бунина, нет? Это великое совершенствование. И вот я тебе сейчас начало как бы прочту. Совершенный, о монахи, не живет в довольствии. Совершенный, о монахи, есть святой высочайший Будда. Отверзите уши ваши. Освобождение от смерти найдено. Во-первых, вот ты мне объясни, почему все все время хотят освободиться от смерти? Что они будут делать, освобожденные от смерти? Вот что меня смущает. Ведь если человека в его телесном виде поместить в Царствие Небесное, тот же самый рай, он заскучает и еще к вечеру уже пойдет искать пивной ларек, и кому морду набить. Обязательно, потому что мы иначе не умеем. И слава Богу, потому что если представить нас совершенных, то мы людьми быть перестанем. И свои индивидуальные черты во многом потеряем. Вот мне все время и достается. Эта штука достается чудовищной силой. Что же мы все время освобождаемся от смерти, когда смерть это как раз это избавление от, с одной стороны, от маяты, и с другой стороны, это рамка для картины. Картина без рамки все-таки выглядит, как правило, не очень эстетично. А так хорошо, у нас есть гениальные шансы этого самого Бога во всем воплотить, в чем мы можем, пока у нас есть возможность. Есть руки, есть тело, есть все остальное. А потом спокойно уже от этого уйти и перейти в другую область, где уже воплощать мы ничего не сможем. Мы будем знать, но уже сделать мы не сможем ничего, и мы не сможем, главное, быть самими собой, в том смысле, в котором мы здесь сами. Вот ты на одном концерте, там из недавних концертов, из зала там заорали, Боря, давай веселая, Боря, давай веселая. А ты бишь, сейчас вам спою о смерти. Веселее и чего нет. И дальше. Князь Андрей слушал пение Наташи. Страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения. Вот, Боря, эта противоположность томит и радует часто меня, когда слушаю твое сочинение. С каким чувством идти вот к тому самому? Так я даже не знаю, есть ли куда идти, потому что мы всем представляем себе, что есть какой-то белый свет в конце туннеля, который из себя представляет нашу жизнь, а свет-то как раз здесь, потому что в конце туннеля там уже то, что не имеет названия, и там уже и наши чувства, и наши ощущения, и эмоции тоже не имеют значения больше. Весь кайф здесь. Да, да. Вот скажи мне, значит, в чем, вот можешь ты мне сказать, вот в чем самый крутой кайф для тебя на сегодняшний, на сегодняшний миг, на сегодняшний момент? Есть всегда искушение большое сказать, что кайф вот в этом или в этом исключение, что вот я, когда я на сцене, когда я творю, то нифига. На сцене я, конечно, испытываю много чего. Но когда, скажем, я с друзьями водку выпиваю, я тоже испытываю очень много чего. Или когда я просто всю книгу читаю, или там палочку ароматическую сжечь и сидеть думать. Это все время можно испытывать. Ну, такое, не знаю, что ли, самое главное, наверное, это ощущение, для меня, по крайней мере, ощущение такой причастности к экстазу. То есть, через физическое ощущение. Но оно такое на уровне, там, между головой, сердцем, там, всеми этими, чакрами, всем остальным. Вот ощущение, вот такой взволнованности души. Скажи, она лететь начинает. Да, и вот скажи мне такую вещь, вот что вы... То есть, это, в принципе, вот становится бытом, или это все-таки... Нет? Это все-таки какие-то моменты, секунда озарения и секунды... Они могут быть и секунды, могут быть долгие. А как долго? Ну, как долго может длиться такое состояние души? Ну, может длиться... Ну, в особых условиях может длиться несколько часов. А так, обычно, ну... Ну, скажем, ну, средний концерт, например, занимает два часа, два с небольшим. И может длиться большую часть концерта, то есть, ну, больше часа. Вот я хочу тебя спросить о такой вещь. Это глупое слово, так сказать, там, слава. Но я не спрашиваю тебя не в смысле, так сказать, там, в каком задают эти вопросы, там, корреспондент комсомольской правды. Там, нравится ли вам слава. А в том смысле, опять-таки, как он понимал, там, вспомнишь, там, князь Андрей, славу у Толстого, когда он просто... Ему мучительно хотелось, чтобы о его существовании, о том, как живет его душа, знала на свете как можно большее количество людей. И как, так сказать, и как бы разделяло. И как постепенно оно уходило, уходило, и как пришло к великому такому итогу, потом я прочитаю. Вот в этом смысле слава и как бы особая атмосфера совершенно твоих концертов, которая меня там поражает каждый раз. Даже плохие концерты, как ты говоришь, там, или Лепницкий говорит, ой, сегодня был плохой концерт. На самом деле, они для меня совершенно удивительны и замечательны, поскольку там присутствует вот это вот понятие славы в понятии князя Андрея, понимаешь? То есть я хочу, чтобы о том, что делалось с моей душой, так сказать, знало и понимало как можно большее количество людей. Это напоминает сразу две вещи. Вот знакомая наша шаманка в Нью-Йорке рассказывала про кокаин, про то, когда смотришь со стороны как кокаинисты, ну, просто люди, которые поняли кокаину, друг к другу разговаривают, они могут разговаривать до утра. И при этом каждый из них говорит свое и другого не слышит. Вот в этом опасность, потому что, конечно, приятное ощущение, когда твоей душе как бы знает весь мир. Но, с другой стороны, ты перестаешь слышать мир сразу. А второе, тоже история, как Тарас. Мы с женой выпивали вместе с Оржем Харрисоном. Ну, там, в Лондоне, в хорошей компании. И я был очень обрадован ее реакцией на него, но она никогда в жизни его не видела, естественно. и он такой она сама потом признавалась, потому что в нем есть что-то, она говорит, что в нем есть такая обожженность звездами, и тут просто так себя с ним не поведешь. Внушает почтение такое, то есть, даже не почтение, что-то другое. Осторожность. Потому что это что-то другое. И вот слава, на самом деле, единственная ценная слава, которую я знаю, это именно это, то, что она освобождает человека от необходимости как-то себя вести. То есть, вот Джошу уже нормально, ему уже не нужно как-то себя вести. Он думает о том, что ему, что он делает, что он должен сделать, и ему не нужно размениваться на мелочи. И все вот, скажем, интересные мне люди, они, в основном, они как раз слава их от этого и избавила, от необходимости как-то выдрючиваться в жизни. И в этом, в смысле, это великая вещь. И то, что у нас есть какая-то определенная минимальная слава здесь, освобождает нас от того, чтобы мы думали о том, как мы выглядим или что-то еще. Как самоутверждаться. Да, потому что нам не нужно самоутверждаться. Нам интересно, когда мы на сцене, сделать что-то, что превзойдет наше собственное ожидание. Интересно делать что-то, что уже, чего ты сам не знаешь. А там тоже, естественным образом, смыкаешься со всем остальным, что было наработано. То, от чего нас советская власть эффективно избавила. От культуры. Культура избавляет, вот, если знание культуры избавляет от большого периода идиотизма. Если ты уже знаешь, что люди чем-то интересным занимались последние несколько тысяч лет, то уже можно впрямую начинать заниматься этим. Вот, Боря, что меня еще как бы интересует лично в тебе и, так сказать, опять-таки относительно к самому себе. Вот, ты очень, как бы, человек очень широких культурных интересов. Нет, интересов, я не говорю, что выдающийся. Спасибо, Господи. Очень широких культурных интересов. То есть, ты совершенно не культурный сектант, понимаешь? То есть, у меня всегда страшно интересен твой разброс, так сказать, вот, китайцы, древние индусы, значит, там, американский андеграунд 60-х, там, и все это как бы единый такой, какой-то напор. Так это и есть единое, это все единое. То есть, как только начинается жизнь человеческого духа, в общем, духа не отделенного от тела в теле, жизнь духа натуральная, естественная, экстаз тут самая. Там уже абсолютно все равно, где это и что это, и время и пространство исчезает. И там уже просто работаешь с тем, что существует. Но есть, но есть понятие культуры как всечеловеческая энергия, вот такой общий всечеловеческая энергия. Ну, я бы не сказал, что это энергия, но это форма работы с энергией, потому что есть масса выражения энергии, связанной с историей человечества и с людьми, и не все из них подпадает под понятие культура. Ну, по крайней мере, эта форма работы с энергией, и она действительно, она едина для всех. Всечеловечество. Ну, конечно. Ну, смотри, вот я только что мы были в Коломне, случайно заехали, и там мне какую-то премию вручали, вручали еще премию монастырю женскому, который там есть, и нам выпала удача поговорить с игуменей монастыря, такая матушка Ксения, по-моему. И она мне рассказывала, что, я у нее расспрашивал, она рассказывала, что вот ей старцы говорили, что весь порог идет с востока, и что Ом, на самом деле, это молитва для призыва блудного беса. И при всем моем уважении, любви и единости, скажем, с православием, мне все время трудно такое воспринимать, потому что я не понимаю, почему мы хороши, а кто-то другой плох. В этом есть какая-то не честность, а дисгармония. А дисгармонии во Вселенной не бывает. Поэтому, вероятно, сектанство, оно всегда чего-то человека лишает. при том, при всем ты православный человек. А это абсолютно не мешает, потому что я живу в этой традиции, в этой форме, в этой форме восприятия, скажем, божественной энергии, и мне кажется, что она, моей души, вполне близка и китайцам, и буддистам, и индейцам я не стану. Но при этом любить и уважать то, что они сделали и делают, я никак не могу перестать, потому что одно дополняет другое. Как апостол Павел по этому поводу говорил, что один у нас там как рука, другая как нога, один там шьет, другой тачает, третий там что-то еще, а все вместе составляет как раз единое целое. Пока нет восприятия единого целого, говорить просто не о чем. Но если бы по теории превращений тебя бы, так сказать, доказали, что восемь веков тому назад ты был бы китайцем, тебя бы это не огорчило. То, что было до этой жизни, то, что будет после этой жизни, интересует определьно мало. Тогда дальше книжку почитаем. Как умирал князь Андрей Чем больше в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более сам, не чувствуя того, отвлекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви и значило никого не любить. Значило не жить этой земной жизнью. Лев Николаевич Толстой. Он как-то по-другому заставляет вообще глядеть на жизнь. Начинаешь думать, что же мы все время ждем какого-то светлого будущего или там жизнь после смерти или копаемся в том, кем мы были до этой жизни. А в жизни-то ничего не делаем. А мы все время ждем и ждем и ждем. Пока мы здесь, в этом теле, что-то нужно делать. В общем, то, что будет доставлять огромное удовольствие тебе и другим. И вот в этой связи, значит, тоже, мы как-то начинали разговор, чтобы не закончили. Там и тебе, и мне, в общем, дал бог поездить по миру, как бы, посмотреть. Мы с тобой... Мало еще, еще мало. Помнишь, как мы с тобой прекрасно вообще, так сказать, ходили по рассветному Нью-Йорку, понимаешь, было вообще очень много каких-то восторженных и сладостных минут там, а потом, когда мы встретились с тобой после этого здесь, сказали, как замечательно все-таки, что мы вернулись и что на самом деле вот и ты, и я прекрасно знаем, что не ты, и я жить не здесь мы все равно никогда не сможем. Не может быть таких обстоятельств, при которых бы мы смогли жить не здесь. Вот что это такое бы? Я это же видел там, там как бы все было очень хорошо у тебя. Ты в Лондоне на самом деле в Лондоне это место. Не, в Лондоне там можно жить очень долго, но все равно я знаю, как бы, что место здесь. Вот для меня место здесь. Вот что это за место? Вот попробуй определить его, так сказать, притягательность и какой-то, потому что вот там Гена Шпаликов, замечательный мой товарищ и поэт прекрасный, он как-то, мне это тоже сказал, Сережа, на самом деле советская власть сделала одну великую вещь, величайшую вещь. Оно создало абсолютно новую общность людей и нового человека, советского человека. И только нужно понять и разглядеть в него великую и нетленную красоту. И в этой общности тоже нужно увидеть величайшую красоту. И только слепые или извращенные люди могут этого не видеть. И, значит, это на самом деле не шутка была, а очень действительно какая-то великолепная общность какая-то. Она была, да, она была великолепной, иллюзорной, самое смешное, но при этом не менее реальная от того, что она иллюзорная. Значит, я с другого конца попытаюсь посмотреть, были мы когда... Патриотическую тему. Да. Были мы в Нижнем Новгороде как-то раз, год тому назад, и были мы приглашены, по-моему, в русский клуб или что-то еще, или русский дом это называлось, я не помню, какая-то местная купеческая формация. И я с таким удовольствием вдруг увидел, как наносное советское среди слетело года за три, и я верю перед собой нормальных, нижегородских купцов в жилетках, с цепочками, и как бы с бородами, и все правильно. Я почему и говорю, что советская общность была иллюзорной, хотя и прекрасной, что так быстро, так моментально все сдуло. Плохие... А все-таки сдуло, есть ощущение, что совсем сдуло, да? Сдуло. Осталось похмелье советское, то есть нежелание работать, неумение работать, и желание, поскольку все равно ничего не получается, лучше выпить. Но Иванов на остановке уисчез. Да, это была чисто советская вещь. Это было действительно, причем волшебно, волшебно, вот как бы на волшебного уровня поэзии, понимаешь? Ну, это жизнь была у такого уровня поэзии. Если вспоминать, там, 70-е годы, которые я застал в полный рост всех этих художников, поэтов, действительно, все эти коммуналки с чтением Бродского, дешевым портфельным, всем остальным. В этом была прекрасная поэзия, которую я и люблю, и ненавижу до мозга костей, потому что она все время ставила всех нас, как мне кажется, в ситуацию примерно такую. Мы знаем, что нам никогда не будет дано увидеть настоящего, и поэтому мы никогда не станем настоящими, но в том, ненастоящем, в котором мы живем, мы попытаемся как-то добрать и, по крайней мере, сохранить какую-то видимость остатки всего. Хотя, если взять любую картину, почти любую, почти, то есть были и настоящие люди совсем, но была такая видимость того, что мы принадлежим к культуре, потому что мы протестуем просто тем, что мы протестуем против бескультуры тем, что мы что-то слышали о культуре. И мы принимали маленькую горстку культуры, которая нам попадалась за всю культуру. А если вывести человека за лужку на солнышко куда-нибудь в Мексику или в Египет или куда-то еще, она потеряется. Потому что мы не были готовы к этому, к удару всего, что было на земле. Мы были все-таки очень изолированы. Поэтому то, что было тогда я и люблю и не люблю, поэтому же. Вот человек может и должен гораздо больше. Но все равно своим каким-то жутко определенным, своей уникальной эстетической физиономией это время обладало. Я вот помню, я очень любил ходить на улицу, очень любил смотреть телевизор, мне страшно нравился там Лещенко, Хиль, выступление Никиты Сергеевича Хрущева. Я ждал как праздников, съезда в партии, когда Леонид Ильич шел к трибуне, проверяя пальцем застегнуты ли у него ширинка. То есть это было все колоссально как-то художественно. А вот сейчас по последней, по этому, так сказать, допустим, я с таким восторгом как бы о каких-то очень драгоценных минутах молодости, и вот снимали мы эту трилогию. Это масса, понимаешь, черная роза. Это все, это все какие-то академики, какие-то, значит, стукачи, КГБ, знаешь, то есть это было страшно, так сказать, какая-то, то есть какой-то необыкновенно интересный сад, сад страстей, сад вообще каких-то физиономий. Мне дают сейчас читать иногда сценарии какие-то, и как бы я понимаю, хорошие, но если я понимаю, что для этого нужно выйти на улицу и снимать это в современной жизни, понимаешь, у меня то же самое у тебя, да, вот с души воротит, понимаешь, с души воротит от того, что вообще ушло, понимаешь, ушло все, как бы мы оказались просто в каком-то абсолютно вакуумном, бессмысленном, вообще, так сказать, и неощутимом пространстве. Ну, это нормально, потому что мы дошли, если посмотреть по истории, то есть мы дошли как бы до, там, до 70-80-х годов, и потом с тем, как все это начало ломаться, вся эта ерунда, мы начали обратно, естественным образом, возвращаться вот в болото 19-го века. А это все-таки было болото, по-моему, ощущение. Да, но жутко красивое болото. Красиво. Тут у тебя от болот какое ощущение? У меня, например, от болота изумительно, одно из самых прекрасных русских пейзажей для меня болото сказано весной, понимаешь, которая, когда начинает зелень, понимаешь, там, какие-то охотники, там, что-то вроде. Видишь, вот тут ты сразу вносишь в другую, сразу, как называется, ось координат, и сразу ты уходишь за пределы болота и начинаешь видеть дух. Красота, это уже дух. так у тебя, там, допустим, вот эта самая история с Дубровским, она одна из самых таких прекрасных картин 19 века, болотистых картин. понимаешь? Для меня даже вот не 19 века, потому что для меня Дубровский, он уже ушел по оси координат в другую. В какую? И он вышел из трехмерной нашей, вот такой вселенной, уже в дух вышел. Это уже картина, которая могла происходить там, из гребена Андрея Боголюбского и с 19 века и сейчас и будет происходить. Вот, скажем, попадаешь ты в Иерусалиме, там, к гробу Господню, или к Соломоновой стене, или в Лондоне, там, в Британском музее, или просто ходишь по Лондону, где-нибудь, или особенно поезжаешь из Лондона в старые места, камни стоячие, там, вся эта магия, вот эта, или в Мексике, где я, правда, не был, но судя по рассказам африканца. То есть, есть такие места, куда я попадаю и чувствую себя на месте. То есть, что уходит сразу шелуха, кто я, откуда, на каком языке я говорю, а уже идет какое-то общение лучшей части моего организма с какой-то энергетикой, ну, с какими-то духовными вещами огромными, с которыми я чувствую себя вместе, что это то, для чего я здесь. Вот это уже уровень нормальный. Как только я вспоминаю тут даже диссидентов, то есть, даже не диссидентов, а вот этих самых певцов, художников, вот это все, которые ломают копию по поводу этого всего, я все время думаю, ой, я не хочу назад к мелкому, мне ужасно не хочется. И я и старый аквариум, поэтому и люблю, и не люблю, поскольку он был абсолютно цветком вот этого огорода. И он был таким стремлением к чему-то такому настоящему, но через эту призму. И поэтому так мне нравится, что мы делаем сейчас, поскольку мы теперь больше с этим не связаны. Получится, не получится, хорошо, но мы ориентированы сразу на другое. Мы вспомнили про Гену Шпаликову, я тут вспомнил сейчас еще одну четверостишую, которая жутко мне напоминает наш сегодняшний разговор. Давай поговорим как гимназисты о Шиллере, о славе, о любви, о женщине, взволнованной, чисто. По поводу Шиллера, по-моему, мы ничего ничего не можем сказать. У тебя пошили в несколько. Ну, давай поговорим о такой временной, вне временной категории как любовь, в частности, как любовь к женщине. То это для тебя было благо, ужас, катастрофа, озарение. Спаси Господь. Это всегда как раз был такой тот самый божественный экстаз, с которого мы начинали. И я не очень понимаю другого отношения на самом деле. Я никогда вот не... То есть ты вроде пережил эти трагические ситуации, которые можно воспринять как трагические. А я смотрю назад и вспоминаю, все-таки уже не совсем мальчик. И вспоминаю ничего, кроме вот такой перехватывающей дыхание красоты, я ничего не помню. То, что я помню, было очень красиво всегда. красиво я имею не внешняя красивость, а вот истина. И счастливейший человек. А нет ли сатаминского смысла и в самой красоте? Есть. Есть. Может быть. Может быть. Красота в глазах смотрящего в классике. Да. Как ты смотришь, то ты и видишь. Да. Поэтому, если ты можешь смотреть на пионерский логик конца 50-х и видеть в нем красоту. Я это помню. Я там тоже был. То есть, ты снимал, а я помню только с точки зрения человека, который там находится. Я помню. Слово красота, оно не подходит. Да. Истинность, истинность. Причастность к жизни настоящая. Но какая-то еще, не просто истинность, потому что истинность тоже такое сухое слово. Помесь истинности с красотой. Красота пошловатое слово. как бы чем бы другим было. Вот и сейчас обожженный звездами вот это лучше. Вот такое ощущение, грубо говоря, что вот когда я вспоминаю какие-то вещи, скажем, из своего квази-пионерского детства, как пионера я не был в лагере, я был таким пришлецом. В лагере ВТО как раз под Ленинградом. И то, что я воспринимаю оттуда, я воспринимаю как, знаете, приблизительно как кадры из фильма или сериальный каких-то из последних. То есть где все настолько застывшее в потоке времени и чего-то еще, что это уже само по себе как картина для медитации. Вот посмотри и увидишь в этом красоту. И иногда она там есть. Не красота, вот истинность. Что-то. Повод для экстаза. Экстаз тоже идиотских слов. Нет, ну да, это как бы уж не так. Условный обназ. Слушай, вот такое еще очень меня волнующее обстоятельство. Значит, вот мы поговорили про эту пустыню, рыночную пустыню, рыночную постсоциалистическую пустыню. Я лично, так сказать, всегда занимался своим ремеслом с одной единственной целью, понимаешь, накачать кислороду лично себе и поделиться по мере возможностей с людьми, которые в нем нуждаются. Понимаешь? И никаких других задач я, то есть, всегда я воспринимал это дело как такую собственную такую кислородную маску и, так сказать, какую-то, я не знаю, кислородную комнату, понимаешь, или еще от чего-то такого. Чего качать будем? Как дальше? Понимаешь, 19 век, болото, вот, это просто невозможно, значит, чего ты думаешь всерьез в этом? Всерьез можно провести этот параллель дальше и посмотреть, если мы от Средневековья дошли до времен Брежнева и сейчас возвращаемся обратно, куда мы идем? К новому Средневековью, как у Бердяева. А, так просто, значит, будем... Наступает Средневековье, то есть, нормальное состояние духа человека, когда человек один на один с вечными какими-то архетиками. И то, что вокруг происходит, просто не имеет значения. То есть, практически, понимаешь, я... Да, значит, я понимаю. Я понимаю. Но вечный архетип, значит, да, понимаю. Вот смотри, выехали мы летом в город Рыбинск без такой цели. То есть, был повод, что мы, как бы, ролик там должны снимать. Естественно, мы ничего не сняли толком. Сняли полную ерунду. Но жена Света, Севана, кажется, Карен, чудесная такая шотландка, она вошла в прямое общение с не очень известным египетским богом Хнумом, кажется, Хнумом, произносится. и он ей сказал достаточно известную в этих кругах информацию о том, что в какую-то ночь, я не помню, там, в конце июля, вот какая-то будет специальная ночь, когда вот решаются судьбы чего-то другого. И того, как будет все дальше, вот в эту ночь все повернется. И я специально... В городе Рыбинский дело происходило? Да, я специально запланировал вот для тогдашнего Города Попога, чтобы мы в эту ночь оторвались от всего куда-то. И мы эту ночь сыграли в городе Рыбинский концерт, на котором было приблизительно человек сорок. Никто про это не знал, и люди пытались плясать. Ну, у кого-то что-то получалось. И все правильно, все повернулось. Все повернуло, все пошло туда, как надо, и вся ночь такая была. Очень странная. Я к тому говорю, что, скажем, с одной стороны, можно воспринимать город Рыбинск, достаточно голое место сейчас, хотя очень милое. А с другой стороны, не все равно, где это происходит, в Фивах семивратных, или там у гроба Господня, или в танцзале города Рыбинск дискотеки. То есть, можно так вот сказать, вот, что Россия на сегодняшний момент это такая колоссальнейшая емкость для наполнения вечными архетипами. Даже так, архетипами вечности. Так и наполнять не надо, они здесь, их только нужно увидеть. Просто мы, у нас натренировано зрение, чтобы различать архетип вечности в пирамиде Хеопса, или, скажем, там, в Нью-Йорке, там, в какой-то бешеной дискотеке, там, выйти за грань всякого рассудка и там увидеть архетип вечности. А вот, чтобы вот на базаре в городе Рыбинске это увидеть, мы плохо это делаем, нам трудно. А ведь, на самом деле, все там и есть. искать лескову почитать при всей абсурдности и чудовищности описываемых им ситуаций, там все время эта вечность сквозит. Вечность не какая-то мертвая такая вот исторических книг. живая, живая, абсолютно вечность. Или, как, другой раз я ехал в Нью-Йорке, это было, ехали мы с Сашкой Титовым в такси, вдруг у меня что-то в голове повернулось, и я начал видеть в каждом лице, проходящем мимо, как бы лик спасителя. Все-то непонятно, почему у меня это произошло, так случилось. И вот я ехал, там обычно я не очень хорошо вижу, тут у меня со зрением что-то произошло, и я видел вот отчетливо каждое лицо проезжающее, мимо там несколько тысяч, наверное, мы ехали из деревни, там, каждое 50 деревьев. То есть, каждое лицо несло явный архетип, да? Да, там есть, в каждом человеческом лице есть лик спасителя, если захочешь его увидеть. В мужском, в женском, в детском, там, абсолютно все равно. Просто нужно увидеть, вот это абсолютное в человеке. Как долго длилось состояние. Состояние длилось порядка 35-40 минут, а потом мы приехали в контору, и там уже как-то все это быстро разошло. Я к тому, что все это есть. И вот все вот эти песни, которые я действительно искренне люблю, то, что русский альбом, там, «Волки и ворны», «Кони и беспределы», все вот это. Я написал, не находясь там где-нибудь в Петербурге или это еще, вот именно нас мотало по России. И они все там писались, они в другом месте написаться не могли. поскольку вся вечность, она здесь. Вот. И поскольку я все равно сегодня говорю очень бессвязно и большую часть времени несу такую околечницу, то я продолжу это. И перескочу на то, что мы сейчас делаем. Мы начали запись новой пластинки, то есть мы сейчас кончили две пластинки, и сейчас начинаем третью и четвертую в проекте. и я впервые в жизни чувствую себя очень спокойно, потому что меня уже мало волнует, уже слава мы наелись вроде, и все уже есть. И впервые в жизни меня волнует только то, что у нас получится без, относительно к тому, как это люди воспримут. Потому что я сейчас дрожу от восторга, от того, что мы наконец делаем что-то, чего еще никто не делал. Вот то, что вы сейчас начали писать, в «Награде». Да. Потому что я, то есть все наши ошибки, то, что у нас что-то не получается, и слава Богу, меня больше не волнует. Мне хочется, чтобы все было идеально, но это не получается. Но не в этом дело, потому что после Дубровского я уже понял, что мне дан карт-бланш. Я же после этой песни могу отдыхать. Дубровский эпохальное сочинение. Я подтверждаю. И поэтому сейчас то, что мы делаем, это может быть мельче, но уже я знаю, что в этом есть дыхание другого абсолютно. Мы стали абсолютно самой достаточной величиной сейчас, по счастью, впервые, не знаю, надолго ли. Но на данный момент это так. Потому что мы делаем что-то, и у меня все время такое ощущение, как будто ты вышел в каком-то снежном поле, по которому еще никто не ходил. Я иду, и мысли остаются, тут еще никто не был. Это потрясающее ощущение. Нет, мне не знакомая еще. Очень классная. слушай, вот тут уже сам Бунин, но тоже в связи с Толстым. Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, но и свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего. То есть, как принято говорить, способностью перевоплотиться и особенно живой и особенно образной, чувственной памятью. Великий мученик и великий счастливец такой человек. И то, и другое. Проклятие и счастье такого человека есть его особенно сильное я, жажда вящего утверждения этого я. И вот поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой. Как он здесь пишет? Способность перевоплощаться. Что ты говорил о концепции? Концепции? Маура. Расскажи какую-нибудь самую волнующую. Самую волнующую сейчас у меня концепция, хотя это не концепция, то, что в первый раз в истории человечества, насколько мне известно, неорганизованная хаотическая группа людей, новый аквариум там, где вокруг нас, они как бы впервые вошли в соприкосновение и состояние сотворчества, сотрудничества с внеземным разумом. То есть не то, чтобы внеземным, а разумом, не помещающимся, цивилизацией, расой людей, расой существ живых, не имеющих к людям никакого отношения. Сейчас только-только начинаем исследовать этот потенциал. То есть у меня всегда было скучно, я думал, даже когда маленьким был, ну хорошо, вот я проживу, вырасту, там стану кем-то человеком, буду зарабатывать деньги, приходить домой смотреть телевизор, там что-то еще скучное. Этого мало. Я никак не мог понять, что мне хочется. Потом, когда Толкина почитал, как все прояснилось. Чего прочитал? Толкина. Lord of the Rings. То, кажется, есть там другие, там есть эльфы, там есть гномы, есть там духи, есть кто-то еще, и со всеми можно войти в контакт, но не другая точка зрения. И это уже стоит жить, когда уже можно с каким-то другим общаться, и что-то делать уже на большем, на большем масштабе. И когда сейчас вдруг это начинает происходить реально, а я не помню, я рассказывал тебе, что в 1994 году ожидается впервые за очень-очень долгое время в истории человечества пересечение человеческой плоскости, которую мы все по необходимости себя ощущаем, с другими плоскостями. И это начнется с берега, с западного берега Европы, и начнет двигаться в сторону на восток. Как плуг такой будет идти. И постепенно мы к этому подготавливаемся, подготавливаемся, что-то будет. И Дзин говорит про то же самое, и в газетах читают эти маги, экстрасенсы, вдруг они говорят то же самое. Но ты более-менее к этому готов? А к этому нельзя быть готовым, как выясняете? Ну, только готовиться. И готовиться к этому непонятно. Ну ты говоришь, что надо? Подготавливаться надо. Да, но вот наше сотрудничество с иным миром оно нас немного готовит. Тогда я тебе сейчас прочту прямо финал этой замечательной книги, потому что как бы этот механизм отмечен. Мой старый друг доктора Альтшуллер, это Бунин пишет, значит, Буниновский старый друг доктора Альтшуллер пишет Бунину. Когда я читал ваши статьи о Толстом, вспомнил ночь в Крыму на Гаспале, когда я один сидел около тяжко больного Льва Николаевича. Мы, врачи, тогда почти потеряли всякую надежду и сам он, по-моему, убежден был в неизбежности конца. Он лежал и, казалось, был в полузабытии с очень высокой температурой, дышал очень поверхностно и вдруг слабым голосом, но отчетливо произнес «От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня, Господи!» произнес так, как произносит просто всякий верующий человек. Ну, понятно. Хорошо. И здорово. Если человек еще не во время смерти это произносит, а вот в течение жизни... Ну, для этого нужно очень большое мужество и какая-то такая зрелость. Сарда напал надменный азиат, зачем мой шкаф служил тебе жилищем? Мы шествуем по улицам и свищем, взывая всех в далекий райский сад. Но сгнили их конкретные умы в процессе потребления продуктов. Что им с того, что твой кузен кондуктор наследный принц Уфы и Костромы... 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 Продолжение следует...